Над путинским режимом нависла реальная угроза. Дамоклов меч может снести голову диктатора и его рати. И сделают это не украинцы, американцы или натовцы, как утверждают в Кремле, а сами граждане России, которые устали от диктатора и готовы действовать. Подтверждение этому последние события в приграничных с Украиной областях. Ну что ж, друзья, русский добровольческий корпус снова совершил невозможное. Мы снова на родине. Доказательства прямо за моей спиной. Который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже неважно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте. Легион Свобода России вместе с русским добровольческим корпусом уже начали освобождать некоторые населенные пункты России в украинском приграничье. Местным властям пришлось объявлять даже режим контртеррористической операции, хотя в Кремле, как всегда, во всем обвинили украинцев. Мол, туда ворвалась украинская ДРГ. Это украинские боевики из Украины. На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить. А наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение. Что за бойцы на самом деле совершают вылазки на территорию России? Насколько они несут реальную угрозу существования путинского режима? И могут ли их действия привести к смене власти в Кремле? Существование Легиона Свободы России российского добровольческого корпуса Кремль все время отрицает. Мол, эти группировки придумала Украина в рамках информационно-психологической операции против россиян. Однако последние события в Белгородской области заставили Кремль и путинских пропагандистов замолчать. На самом деле, российский добровольческий корпус и Легион Свобода России существуют более года. Они входят в состав Интернационального Легиона Украины. Это подрыв определенных пропагандистских моделей, в первую очередь. Ведь нарратив о фашизме в Украине, он делает украинцев вроде как нерукопожатной нацией, таким вечным врагом. Но то, что на стране Украины воюют российские националисты, это же совсем, ну, скажем, главным русским националистом, российским националистом на сегодня есть Путин. И все, кто не с Путиным, они не могут быть националистами. А оказывается, что русские националисты есть и против Путина. Но вернемся к событиям в Белгородской области, куда вошли российские добровольцы. Власти несколько часов просто молчали. Хотя местные жители рассказывали, что слышали взрывы и стрельбу. В итоге губернатор области Вячеслав Гладков признал факт боев с так называемыми диверсантами. Как сообщил губернатор региона, там идут поиски диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Более того, местные власти настолько испугались, что начали эвакуировать людей из приграничных сел. Даже спустя день после событий губернатор не рекомендовал местным жителям возвращаться в свои дома. Но зато путинский министр обороны отчитался об успехах спецоперации. В Минобороны заявили, что уничтожили 70 так называемых диверсантов. Остальных молот бросили на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона Свободы отвергли потери, сообщили, что в целом зашли на 42 километра вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще 10 получили ранения. И заявили об уничтожении около 150 путинских бойцов и несколько единиц техники российских силовиков. Некоторую армейскую технику захватили как трофеи. На самом деле суть не в цифрах. В данной вылазке важно то, что в России появляется реальная сила, которая не согласна с Кремлем. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России. По данным украинской военной разведки, представители РДК и Легиона Свобода России продолжают находиться на территории Белгородской области. В регион зашли исключительно граждане России. Они освобождают эти территории от режима Путина и восстанавливают там конституционный строй. РДК четко сказал, что он не занимался, не занимается и не будет заниматься борьбой с мирным населением. А если кто-то будет говорить что-то другое, то это неправда и сознательная провокация, которая направлена против них и против, соответственно, всех россиян, которые борются с этим режимом. Поражает и то, что уровень лояльности местного населения к бойцам Легиона Свобода России русского добровольческого корпуса очень высокий. По сообщению украинской разведки, люди убегали не от добровольцев, а от авиа и артиллерийских ударов своей же армии, а бомбоубежища оказались заколочены. За год войны для обывателя российского случилась очень жуткая картина, потому что с одной стороны телевизор, ну, скажем так, оптимистически обещает скорую победу, но кладбища по всей России наполнены телами погибших. Могилы погибших в Украине стают лучшей агитацией против войны России в Украине. Если пропаганда все еще не может понять, что натягивать вот это, ну, такую поверхностное, идеологическое поверхностное натяжение, оно, ну, не делает картину внутреннего состояния общества более благостной, ну, такой, как хотелось бы власти. Стоит отметить, что майская вылазка российских добровольцев на территорию России далеко не первая. В марте кремлевские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла украинская ДРГ. Тогда ответственность за события в области взял на себя русский добровольческий корпус. В начале апреля российские добровольцы во второй раз проникли в Брянскую область РФ. Тогда кремлевский диктатор назвал события террористическим актом. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что я сегодняшние преступления эти самые хозяева не вспомню. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. После теперешней вылазки РДК Путину не было чего сказать. Хотя род Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатору обо всем доложили. Но тот промолчал. Он испуган. А его рать начала называть борцов за свободу России изменниками Родины. Лишь предатель это преступники, уголовники. Их сначала надо судить на длительные сроки. Потом уже принимать решение по гражданству. Что такое Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус? Первое упоминание о создании специального военного формирования из россиян, которые оказались в плену на территории Украины и изъявили желание бороться с путинским режимом вместе с ВСУ, появилось в середине марта прошлого года. Подразделения сформировали из более чем ста человек из армии РФ, добровольно перешедших на украинскую сторону. Я военнослужащий Российской Федерации. Как и многие другие, был отправлен на территорию Украины для выполнения так называемой спецоперации, как нам говорило наше доблестное командование. Одними из первых к Легиону присоединились бывшие военнослужащие 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 4-й гвардейской военной базы, 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии, 14-го гвардейского истребительного авиационного полка, 127-й мотострелковой дивизии. Среди добровольцев были не только привлеченные в так называемую спецоперацию военные, которые по собственному желанию сдались в плен, но и граждане России, которые самостоятельно добирались в Украину через третьи страны мира. Эти рейды невозможны были бы, если бы на российской территории не было контрагентов, которые поддерживают добровольческий корпус Легион Свобода России. Ведь сейчас уже известно, что под эти походы, рейды российской оппозиции вооруженной параллельно на территории России начинают действовать отряды партизанские. И это для путинской пропаганды полный крах идеологической схемы, по которой он строил, так сказать, свою промывающую, мозгопромывочную машину. И после вот этих нескольких рейдов мозгопромывочной машине надо придумывать новую модель, новую схему. Еще начиная с 2014 года, с начала гибридной войны России против Украины, на стороне Киева вместе с украинцами воюет ряд россиян, которые не согласились мириться с путинизмом, деспотией и репрессиями. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, одними из тех, кто с оружием в руках стали на защиту Украины, были бойцы добровольческого подразделения «Русский добровольческий корпус». В России идет партизанская война. Смотрите, за год войны против Украины было подожжено с разной степенью, скажем, уничтожение 72 военкомата. 72 военкомата по всей территории России. За это время пожары уничтожили множество баз, торговых центров, множество, кстати, оборонных предприятий и институтов исследовательских оборонных. Вот последнюю неделю это задымление, например, в Минобороне, которые всячески пытаются замылить, но москвичи-то видели, как было это задымление в самой Москве. Я уже не говорю о подрывах, например, двух составов железнодорожных Брянской области месяц назад. Это же информация, которая, конечно же, путинской пропагандой вытаивается, но все-таки, как ни крути, Россия все же одной ногой в каком-то информационном обществе живет. И эту информацию вытаить невозможно. Сегодня на территории РФ легион свободы и добровольческий корпус вынесены в списки террористов и экстремистов. И в случае возвращения их на территорию России им грозит уголовная ответственность. Вступить в ряды добровольческих формирований непросто. Существует многоуровневая проверка, которая включает и детектор лжи. Это объясняется высоким уровнем недоверия к россиянам. Как такой сквозной идеей, которая способна будет отстроить какую-то систему отношений, добровольческое движение не станет. Но оно, мне кажется, запустит вирус такого регионального партизанства. Ну, собственно, то, что и было в России сто лет назад, немножечко больше, после, ну, когда Первая мировая трансферировалась в гражданскую войну, империалистическое в гражданскую. И рейды, кстати, добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», они как раз вирусят Россию на добровольческие всякие движения. Ну, по сути, на попытку регионального вооруженного сопротивления центральной путинской власти. Кроме возвращения оккупированных территорий Украины, бойцы добровольческих формирований заинтересованы в освобождении самой России от путинского режима. И сегодня их мотивированность и целеустремленность заставляет нервничать всю верхушку российской власти. Такое явное доказательство существования русского сопротивления против путинизма – это, безусловно, плюс. И я надеюсь, что мы увидим приток новых добровольцев, новых волонтеров, новых бойцов в ряды сопротивления, как в ряды партизанских групп, которые действуют на территории России, так и военных подразделений, которые действуют внутри Украины в составе вооруженных сил. Операция российских добровольцев в Белгородской области обнаружила серьезные недостатки в обороне России. Власти потратили десятки миллиардов рублей на строительство линии укреплений вдоль границы с Украиной. Оказалось, граница открыта. Россия не смогла ответить на атаку в Белгородской области. Ратная служба по защите рубежей нашей страны во все времена была ответственной и почетной. Голая граница может быть и к лучшему – это врата к новому будущему России. Вылазка диверсантов, как в Кремле назвали добровольцев – доказательство существования настоящего русского сопротивления против путинизма. Говорить об их возможности совершить революцию и скинуть с трона Путина пока что рано. Уж мала численности добровольческого корпуса и легиона свободной России, но очевидно, что число несогласных с диктатором в России растет. И приток добровольцев после каждой подобной вылазки будет только увеличиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова